В сентябре жители Кубани выбрали депутатов Законодательного собрания края 7-го созыва. От Славинского района в Краевой парламент абсолютным большинством голосов были избраны депутаты Виктор Чернявский и Денис Выпринцев. О том, что было сделано народными избранниками за 4 месяца работы в составе ЗСК, смотрите в первом материале выпуска. Депутаты Законодательного собрания края 7-го созыва, председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский и Денис Выпринцев, который вошел в комитет ЗСК Края по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта, дорожного хозяйства и связи, встретились с общественностью Славинского района. Цель встречи – доложить о проделанной работе, пообщаться с жителями, ответить на их вопросы. Открывая встречу, глава района Роман Сенеговский подчеркнул, что в муниципалитете сложилось плодоторное сотрудничество с депутатским корпусом. Район чувствует поддержку на краевом уровне, что очень помогает в решении многих важных для жителей территории социально-экономических вопросов. Я считаю, что у нас очень хорошо в районе выстроено, мы должны друг друга дополнять. Есть губернатор, большое спасибо, Вене Иванович Кондратьеву, программы, Юрий Александрович Бурлачко и депутаты ЗСК, которые нам помогают решать вопросы. По программам мы привлекаем очень серьезные деньги. Есть главы поселения на местах, есть районная администрация, есть фронтальные. Конечно же, мы должны, прежде всего, друг друга дополнять, друг другу помогать. Тогда совместно у нас что-то и получается. Результаты есть, и вот я говорил, и еще раз хочу повторить, что по итогам работы в 2022 году Славянский район вошел в пятерку устойчивых развитий территории. Это, конечно, люди, это экономика, это предприятия, это и социальная сфера. Это все вместе, наверное, мы эти вопросы решаем. Депутаты рассказали об итогах работы за 2022 год, о проектах, которые будут реализованы в этом году, об актуальных и насущных проблемах, касающихся качества жизни славянцев и планах по их решению. Было отмечено, что с сентября по декабрь 2022 года было проведено 7 пленарных заседаний ЗСК. На них рассмотрено 320 вопросов, в том числе принято 89 краевых законов и поправок к ним, а также 231 постановление. Самым важным является закон о бюджете Краснодарского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Утверждена программа госгарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. К числу значимых нормативных решений ЗСК 7 созыва можно отнести приведение устава края, краевого законодательства в соответствии с новыми положениями Конституции России, поддержку проекта федеральных законов о защите традиционных ценностей, решение о едином ежемесячном пособии беременным женщинам и детям до 17 лет из малообеспеченных семей, о целевом использовании земель под промышленными предприятиями и запрете их передачи по другие цели, о специальном порядке утверждения перечней особо ценных продуктивных сельхозугодий. Кроме этого, были приняты решения о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей, о поддержке граждан при оплате твердого топлива, о мерах по увеличению производства ягодных культур в крае. В целом, за 2022 год депутатами ЗСК 6 и 7 созывов от Славинского района при поддержке губернатора края во взаимодействии с местной властью привлечено для реализации наказов избирателей более 59 миллионов рублей. Работа будет продолжена и в этом году. При подготовке и утверждении краевого бюджета на 2023 год поддержаны предложения наших депутатов по выделению дополнительно 18 миллионов рублей краевых средств на решение вопросов по наказам избирателей Славинского района. Причем при корректировке бюджета сумма может быть увеличена. Юрий Александрович Бурлачко был у нас в мае с вопросом подготовки к третьему оздоровительному сезону. Ему понравились многие объекты, которые мы показали. В частности, заинтересовался он проектом нашего центра дропообразования, который ведет в Северный Сальский регион. Это создание астрономической лаборатории. Мы там сделаем такой комплекс астрономическую станцию, в которой будут заниматься наши дети с выходом даже на общение с космонавтами. 15 миллионов рублей крайне жалеет, эти деньги будут, и мы сделаем для наших детей еще одно место поддержения, место роста, место развития. В Майерском очень серьезная была показана работа школы. Рядом площадка, которая требует покрытия спортивного нового. Она тоже была замечена, и 2 миллиона рублей туда выкидут. Доработник Рихаил Кириллович и актив спортсменов обратились к Александру Чуворовичу с вопросом ремонта стадиона. Мой адрес, какие были обращения, когда мы встречались с людьми. Стадион в Кублиске, 5 миллионов рублей, на это, на децентрирование, на ремонт стадиона. Больного входят дорожки. Ну и сейчас мы работаем, вроде получается, украиня помощь, он помогает по ремонту памятника. Командская, вы знаете, история памятнику, он требует ремонта. Но наша замечательность, то есть эти вопросы, тоже следует мешать. В период работы нового созыва депутаты провели 17 встреч трудовых коллективов. По месту жительства граждан с участием более полутора тысяч человек. На личном приеме у депутатов и помощников побывало 48 человек, которым оказана помощь в решении вопросов, даны разъяснения и консультации. При этом 52 вопросы решены положительно. Только вместе с людьми, только вместе с населением мы можем решать большие и малые вопросы. Я истинно благодарен вам, депутатскому корпусу, всем главам и сокламе здесь сидящим, руководителям ТОСа, общественности, активам и так далее. Мы только вместе можем решать дела на благо нашей малой родины. Депутат ЗСК Денис Выпринцев, работающий в составе комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта, дорожного хозяйства и связи, поднял ряд проблемных вопросов, интересующих жителей района, в частности, о необходимости ремонта дороги от Маевского кольца до хутора Сербин, которую разбивает большегрузный транспорт. Представители краевых ведомств выезжали на место. По результатам выезда было принято решение включить в план ремонта эту трассу. Мы сегодня делаем проект, делаем полноценное перо, и этот участок будет дополнительное финансирование на него уделяется на следующий год. Немножко мы оттягиваемся из-за проекта вправо, но пусть мы полгода подождем, получим нормальную дорогу, когда я не знаю, 20 лет, в ближайшие 20 лет забудем. В конце встречи депутаты ответили на вопросы из зала. Жители интересовало финансирование проектов дорог для муниципалитетов из краевого бюджета. Дополнительная плата специалистам по работе с молодежью в поселениях. Эти вопросы требуют краевой поддержки в решении. По ним будет вестись согласование с краевыми структурами. Сложный вопрос со строительством тоннеля в микрорайонку Брис достался Денису Выпринцеву. Депутат отметил, что вопрос этот очень острый и дорогостоящий. Его можно реализовать только с краевой поддержкой. Поэтому совместно с районной городской администрацией, краевым министерством будут прилагаться все усилия, чтобы его решить. Он находится на постоянном контроле как депутатов, так и представителей краевых ведомств. После окончания совещания депутаты провели приемы граждан. Напоминаем, что для постоянной связи с жителями района организована работа приемных депутатов ЗСК. Приемная Виктора Чернявского находится по улице Полковой, 232, телефон 44025. Приемная Дениса Выпринцева по улице Красной, 21, телефон 43107.